Художественный фильм «Крым» выйдет в широком прокате весной будущего года. Сегодня журналисты смогли посмотреть некоторые наиболее волнующие эпизоды картины. Главные герои – молодые люди, которые познакомились еще до того, как Крым вошел в состав России, и как меняются они с лета 2013 до конца февраля 2014. По мнению Алексея Пиманова, надо примирить два народа – русских и украинцев, которых поссорили и, может быть, после просмотра фильма родственники, живущие в Москве и Киеве, позвонят друг другу и начнут общаться. У нас парень из Севастополя, и он говорит то, что чувствует себя и россияне, и крымчане, и так далее. А девчонка из Киева, и она искренне, вот это очень важно, она искренне говорит то, что ни вам, ни мне, наверное, не понравится, но она так считает. И наша была главная задача с актрисой тоже, чтобы все поняли, почему она так говорит. Поняли, что она хороший человек, но она так говорит пока. В среде журналистов развернулась широкая дискуссия. Многие участники фестиваля из Севастополя благодарили Пиманова за то, что не стала откладывать эту тему на потом. А пока есть проблемы решать ее, пусть и посредством художественного фильма. А в это время в другой аудитории правозащитник Лидия Графова говорила с представителями СМИ о журналистской принципиальности. Ее мастер-класс так и назывался «Свобода слова и свобода слуха». В нашем обществе исчезает такое необходимое чувство, как сочувствие, сострадание. И валом валит ненависть какая-то друг к другу. Люди перестали друг друга понимать, слышать. И мне кажется, роль нашей журналистики, для того мы здесь собираемся, чтобы вспомнить о своем главном назначении. Это все-таки стеет разумное, доброе, вечное. Международное общественное движение «Форум переселенческих организаций», который возглавляет Графова, существует уже 20 лет. Оно помогает нашим соотечественникам-переселенцам, вернувшимся на родину после распада СССР. Сейчас форум объявил в рамках второго конкурса «Большие победы маленьких людей» в номинации «Лучший материал о правах мигрантов» новый раздел с несколько вызывающим названием «В защиту понаехавших». Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.